Пройти по следам Великого Шелкового Пути теперь можно и в Ёжкороле. Выставка с одноименным названием открылась в Национальной художественной галерее. В экспозиции представлены русские, марийские, восточные предметы быта, народные костюмы и текстиль из коллекции нескольких музеев, в том числе Государственного музея Востока и фонда «Русские меценаты». Как связано «Наша республика с Великим Шелковым Путем» узнала Левтина Бокова. В таких бронзовых кувшинах в странах Средней Азии заваривали чай, пили его из фарфоровых чаш. Благодаря любви к этому горячему напитку в Узбекистан завезли тульские самовары. Тема чая красной нитью объединяет многие экспонаты выставки по следам Великого Шелкового Пути, в том числе картины из коллекции фонда «Русские меценаты». По следам и по пути Великого Шелкового Пути двигался чай. И что самое интересное, в Среднюю Азию чай в том числе через территорию Марии Элл пришел именно из Москвы. А не наоборот, мы выбрали в качестве интересной точки входа и объединяющей идеи чай, чайной церемонии, путь, дорогу, сопровождение, народные традиции, немножко этнографии. Поскольку самое удивительное, что привлекает внимание, живопись и чай. Что может объединить искусство, история, традиция и тот путь денег, который повлек за собой и художников, и авантюристов, и тех людей, которые стали носителями культуры. Эти украшения для проекта по следам Великого Шелкового Пути предоставил Государственный музей Востока. А еще на выставке можно увидеть яркие таджикские и узбекские шелковые халаты из коллекции фонда Марджани. Покрывало и скатерти ручной работы и даже национальные костюмы горных малиек от Национального музея имени Тимофея Евсеева. Выставочный проект по следам Великого Шелкового Пути проходит в два этапа. Первый был в Туле. Именно через этот город, по словам историков, проходила часть древнего торгового пути. По исследованиям, Донской участок пути начинался недалеко от Тулы. И об этом свидетельствуют археологические раскопки. И когда задумывался наш проект по следам Великого Шелкового Пути, мы решили связать это в цепочку. Такое, что сначала Донской участок, поэтому Тула принимает уникальные предметы по этой теме. А затем мы уже переходим в Поволжье. Вот, так сказать, волжский участок Шелкового Пути, который ведет потом уже и далее. По караванной дороге в страны Европы и Средней Азии возили шелк, фрукты, зерно, домашний скот, драгоценные камни и металлы. Великий Шелковый Путь повлиял на историю, культуру и мировоззрение многих народов Евразии. Это дорога, по которой шли не только караваны с товарами, с шелком и другими вещами, но и по ней передвигались и ученые, и религиозные деятели, и философы. Буддизм из Индии проник в Китай, тоже по отрезку религии к Шелковому Пути. Христианство, министарианство проникло в Среднюю Азию. Особое место в экспозиции занимают картины. На полотнах художников запечатлены пестрые портреты восточных красавиц, пейзажи величавых гор, живописные оазисы. Представлены работы и наших мастеров. Например, зарисовки художника Михаила Платунова. Их он сделал во время исследовательской работы в древнем узбекском городе Бухара. Выставка по следам Великого Шелкового Пути открыта для посетителей Национальной художественной галереи до 20 октября.